здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 3 марта воскресенье как всегда последнее время начале каждого своего выпуска я напоминаю вам просьбе подписываться под нашей петицией у нас остались с вами считанные дни работа над законом о конфискации или аресте российских денег с целью их последующей передачи в украину идет достаточно быстро и поэтому нам нужно передать нашу петицию по назначению ну в течение нескольких следующих дней поэтому кто еще не подписался прошу сделать это переходим к последним событиям начну с краткого сообщения корея северная корея были сообщения о том что ким чен ин перестал по морю поставлять снаряды своему другу путину но были спекуляции что возможно теперь они пошли по железной дороге ну и вот теперь выясняется что они остановлены вообще в целом не поставляется ни по морю не по железной дороге и в общем то этот план на которую кремль на который возглавлял возлагал большие надежды потерпел крах так рассчитывали и кремль подписывал контракты на приобретение усердных корейцев полтора миллиона единиц снарядов боеприпасов из них он получил всего 40 процентов больше то ли их вообще нет то ли не в таком состоянии что поставлять нет смысла они более опасные для российских артиллеристов были бы чем для украинцев ну и следующие цифры россия запросил у северной кореи 112 наименований боеприпасов вооружений из них северная корея сумела поставить всего 70 остальных просто возможности нет на этом сотрудничество всяком случае пока и судя по всему на достаточно далекое будущее остановлено есть достаточно правдоподобные информации сведения о том что вот такому развитию событий поспособствовал китай и вообще китай из той информации которую я получаю последнее время начинает приятно удивлять если так дело и дальше пойдет то число друзей украины и некоторых другов кремля может резко измениться как вы наверное уже знаете министерство обороны германии подтвердила подлинность записи переговоров трех и так четыре было или три военных по поводу возможности поставки ракет taurus в украину ну что несколько слов по этому поводу что могу сказать это был провал безусловно провал со стороны германии ее военных представителей которые оказались просто совершенно расхлябанными этот процесс длился и продолжает лица со времен окончания второй мировой войны вот никак у немцев не получается ни с разведкой не с контрразведкой даже в годы холодной войны когда спецслужбы возглавлял разведку возглавлял таинственный гелен который ну вдавался больше отдавал времени больше понтам чем реальная работа и вот сейчас это продолжается это конечно ляп невероятный но я бы я слышал да слышал предположение некоторых аналитиков что это спецоперация и германа немцы якобы специально сделали эту утечку для в россии для того чтобы ввести в заблуждение я вам скажу так вот насколько я знаю деятельность спецслужб и вот процесс этих слив то есть называется активное мероприятие это практически невозможно ну то есть невозможно чтобы немцы вот так вот взяли и слили это слить же можно не в нем блюдечке же перенести это нужно как-то так подать чтобы поверили в москве российские спецслужбы что это случайное произошло короче говоря это невозможно сделать я думаю что скорее всего здесь помогли друзья из китая российские пока еще друзья из китая поскольку там один из офицеров находился в сингапуре и через обычный телефон подключался ну вот видимо оно так и произошло сообщение некоторые газеты по этому поводу в частности wall street journal размышляли о том что теперь на планах поставки тавроса и тороса в украину пост придется поставить крест я бы не стал с этим спешить с таким выводом потому что ну во первых вот интересно сам характер я прочитал всю распечатку этого разговора там обращают на себя внимание несколько вещей этот разговор никоим образом не компрометирует шульца от слова вообще то есть там идет разговор о том что даже министр обороны еще не поставил вопрос ребром то есть мы хотим поставлять давайте нам план как это делать то есть вот эти все военные включая генерального экспертера ввс германии они обсуждали теоретические планы на неопределенное будущее которые могут понадобиться когда министр обороны историю скажет вот мне позвонил пример министр дал указание докладывайте что есть то есть это было планирование на всякий случай на какую-то перспективу такое планирование министерствах обороны любой страны мира проводятся на регулярные условия по всем азимутом то есть соединенные штаты наверное имеют планы ядерных ударов не говоря уже о конвенциальных атаках и операциях по всему наверное миру поэтому сразу вот кричать а вот все завтра будет война или вот они готовятся это было бы преждевременно то есть речь идет шел чисто о теоретической возможности то есть не то что шольц даже писториус здесь не понес никакой репутационный ущерб далее сроки то есть теоретические сроки там выглядели следующим образом если бы сейчас вот сказали завтра поставляем то есть приняли решение то такая поставка смогла бы состояться через восемь месяцев так вот примерно хотя потом когда начали говорить оказалось что основная задержка происходила бы с железом вот как с ним быть потому что ну для того чтобы обучить военных украинских в целом так сказать поясни где какие кнопки на какие надо нажимать для пуска ракеты можно было бы так ну недели за четыре но для того чтобы запускать запускать нажимать на кнопку запускать ракету и чтобы она летела туда куда надо для этого уже надо где-то месяца два а еще лучше четыре потому что это связано с обработкой информации это вот самое сложное это получить информацию это спутники затем их обработать нужным образом смоделировать и вот это самая сложная интеллектуальная работа которую если бы даже поставили эти ракеты ее надо было бы проводить в германии и уже давать цели непосредственно туда на поле боя где находится этот комплекс в украину то есть в зависимости от того будут допустим управлять этой ракетой исключительно представители ВСУ или же в этом придется принимать участие также немецким военнослужащим и не только военнослужащим потому что скажем обучение а возможно этих на тех обслуживания этих этого комплекса пришлось бы брать на себя в том числе и разработчику и производитель этих ракет так вот значит все это вот и определяло сроки этих тренировок количество то же самое отпадает вопрос теперь полностью о том что а может быть у них этих ракет нет они есть они есть достаточно для того чтобы поставлять партиями несколько десятков скажем так под два десятка партии отстреляли снова поставляем это имеет смысл чтобы не складировать их на территории украины не делать желание мишенью для российских ракет российских ударов отмечается высокая способность украинских военнослужащих к обучению частности приводился пример ракет патриот storm shadow как быстро обучались украинцы то есть по сравнению с обычными нормативами на подготовку для украинцев она эти эти временные рамки сжимаются в 4 в 5 приблизительно раз что дальше значит как как это может повлиять ну сейчас проводится расследование интересно проследить проследить что будет дальше с вот этими высокопоставленными немецкими военными я думаю что им сделают выговор надеюсь что их не уволят но надо просто как-то так приструнить и объяснить что есть элементарные нормы предосторожности когда ты обращаешься секретной или совершенно секретной информации что касается возможности или невозможности теперь поставок торос вот wall street journal написала что теперь раздаются голоса никакого тороса украина не увидит это преждевременное заключение потому что еще скажем так месяца полтора назад британцы вступили в контакт с немцами и немцы пообещали британцам что они будут передавать торос британцам а британцы уже потом будут заниматься их поставками в украину тем более что как следует из перехваченного разговора у британцев на это ссылаются немцы очень хороший опыт организации поставок и работы со storm shadow и с французами неплохой короче говоря речь шла о том еще как минимум полтора месяца назад что немцы передают британцам а британцы дам дальше их поставляет в украину и вот эта утечка никоим образом не сняла этот вопрос повестки дня наоборот ближайшее время должен ближайшее время я имею ввиду на днях должны пройти очередные переговоры по техническим вопросам как это делать это имеет полный смысл потому что ну немцы они чувствительные вы знаете вторая мировая война комплекс вины немцев это все оправдано все понятно они не хотят непосредственно участвовать в боевых действиях хотя напрасно вот немцам надо объяснить что их же комплекс вины за вторую мировую войну должен им объяснить что они должны сейчас открыто стать ну скажем так как британцы как теперь макрон открыто стать на сторону украины почему потому что проблема то второй мировой войны которая породила этот комплекс вины германии это проблема фашизма но тридцатые годы накануне войны во время войны немцы у нем в германии были антифашисты так вот сейчас для шольца стать открыто на сторону германии в борьбе против фашистского режима путина это и быть и показать что ты антифашист то есть вот чем может германия сейчас в эти дни в эти месяцы в это время загладить свою вину включиться в открытую борьбу с новым проявлением фашизма в европе вот так я думаю надо бы как то так переговорах с ней шольцом и ставить этот вопрос но даже если германия на это не пойдет то повторяю переговоры о поставках оружия то есть таурус в частности они они будут продолжаться будут они продолжаться потому что обстановка такая сложилась что деваться некуда даже если бы хотел шольц или кто-то другой там соскочить с подножки поезда набирающего обороты скорость это вряд ли удастся и вот почему произошли и продолжают происходить громадные перемены в европе часть из них стратегические стратегические перемены которые заключаются в том что за последние два года карта европы резко политическая военно-политическая бы сказал так коренным образом изменилась нато резко и быстро расширилась включив два новых государства которые стратегически продвинулись к самым сокровенным центром российской федерации я имею ввиду прежде всего петербург это стратегический провал путина и это триумф запада вот так западные аналитики которые я уважаю стратегии это оценивают то есть такое трудно было представить еще три года четыре года назад и вот благодаря гениальным действиям великого геостратега современности по имени бледная моль из кремля это стало возможным более того как пишут те же аналитики что что произошло дальше произошло невиданное объединение и интеграция европы то есть европа все больше движется своего рода не то что уже союза какого-то своего рода конфедерации ведь конфедерации с точки зрения теории государства и права это объединение независимых государств которые начинают объединяться сначала прежде всего связи с внешней опасностью для совместной обороны и вот сейчас это происходит то есть евросоюз движется в сторону конфедерации об этом три года назад и и речи никто не мог вести было бы было бы смешно но тем тем не менее это факт как пишут в частности есть такой аналитик он из великобритании фамилия его о брайн профессор он он пишет что европа объединилась в пакт безопасности вот сейчас под руководством сша который заставило бы зеленеть от зависти таких разных президентов сша как будро вильсон франклинд рузвельт гари труман и дуайд эйзенхауэр а также роналд рейган именно поэтому владимир путин долл трамп будут делать все возможное чтобы этот римуф как можно скорее обернулся крахом для запада или как-то как отыграть хочет чуть-чуть назад то есть путин создал такую колоссальную проблему для себя попал такую стратегическую дыру и теперь надо очень не хочешь надо отыгрывать и вот признак призрак так на путина могли бы махнуть рукой но призрак возможного президентства трампа он ведет к дальнейшей интеграции европы для которой самое страшное остаться один на один с тремя авторитарными режимами китай затем российская федерация и наконец и наконец соединенные штаты при трампе европа должна принимать по моему она приняла вот вот чуть ли не на наших глазах последние несколько дней недель она приняла это стратегическое решение она обрела без то есть мотивацию которую нельзя уже повернуть вспять на обозримое будущее и эта мотивация заставляет западную европу самым активным образом поддерживать украину поскольку так архитектура безопасности на которую толкают европу вот эти события которые он сказал они невозможны без украины что теперь происходит происходит чудные вещи невозможные совсем недавно так шольц германия тихо ведут переговоры о поставке огромного количества боезапасов боекомплектов артиллерийских снарядов для в сссу странах так называемого третьего мира все это беспрецедентное явление столкнувшись с неспособностью краткие сроки как предполагалось увеличить производства снарядов до того уровня которое европа планировала поставить в украину Теперь Европа, Евросоюз, европейские страны НАТО вынуждены искать эти снаряды в странах третьего мира. Дело идет успешно. Создана ракетная коалиция, там Великобритания, там же Франция, затем коалиция артиллерийских снарядов, где ведущую роль играет Чехия, как добытчик этих снарядов, а финансируют голландцы и канадцы. И вообще там такие расчеты идут, как будто это не разные страны, а вот действительно конфедерация этим занимается. То есть одна страна ищет и находит, другая, допустим, та же Норвегия, выделяет огромные деньги для заключения этой сделки, для поставок. То есть Европа, хоть и медленно, понадобилась два года для этого, но все же она выявила и признала эти проблемы. Ну и теперь на всех парах пытается их решить для того, чтобы предоставить Украине помощь, причем срочно и в нужных масштабах. Тут масса проблем еще остается. Ну допустим, пропускная способность логистики для поставок, то есть в основном они идут, вы знаете, в некоторые страны Восточной Европы, не будем называть, кто из них основные. Так вот, даже если включить это все на самую высокую скорость, пропускной способности этих логистических путей будет недостаточно для того, чтобы все то, что надо поставить, что уже нашли, чтобы поставить это за несколько дней. Понадобится, может быть, вот говорят, от месяца до полутора месяцев, для того, чтобы поставить все найденное. Еще одно изменение произошло в Соединенных Штатах уже, я имею ввиду, с нынешней администрацией. Проходя вот эти все круги ада, с выбиванием из республиканцев в палаты представителей утверждения очередного пакета помощи Украине, он как бы подвигнул даже самых несговорчивых представителей Белого дома к тому, чтобы оставить сомнение, стоит ли поставлять атакам с самой большой дальности, стоит ли поставлять дополнительные Брэдлис или Ф-16, то есть вопрос это и снимается. Ожидается, как только пакет помощи будет утвержден, я об этом скажу, там есть позитивные наметки в этом плане, то есть будут поставлены такие виды вооружений, которые приведут Кремль в состоянии глубокого уныния. Будет несколько новых, сочных, как мне сказал один из источников вооружений, которые сделают русских глубоко недовольными. 61 миллиард долларов, которые стоят на кону, это пакет этот, это большие деньги, и они будут иметь значение. Наконец, заявление Макрона. Вот до сих пор идут дебаты, что это было. Макрон сделал то, что он должен был сделать, то, что он исправил ошибку Байдена. Вот в самом начале агрессии России против Украины была сделана ошибка со стороны администрации Байдена, Белого дома, когда Кремлю было заявлено, что Америка не будет делать в ответ на агрессивные действия России. То есть Америка сама себя провела красные линии, и таким образом вот совершенно ясно, не то, что сигнал послала, а открытым текстом сказала, вот пределы моих ответных действий, то есть до этих пределов вы можете действовать открыто и смело, чем Путин и воспользовался. Так вот, Макрон, он как и так вот отыграл несколько обратно. Неправильно сделал, давно уже пора. То есть до последнего времени одним из основных оружий, причем стратегического назначения Кремля в агрессии против Украины, это был блеф, стратегический блеф по всему параметру, начиная от возможности применения ядерного оружия, существования немыслимых кракозябр, типа ракеты крылатые, которые могут бесконечно летать, Посейдона мифического там и так далее. И включая рассказы о небывавлом возрождении российского ВПК там, все это оказалось блефом, и вот Макрон, он как бы приструнил, приструнил Кремль. Ну, некоторые критики обрушились у Макрона, типа, что он своими заявлениями дал карту российской пропаганды, делал козырную карту российской пропаганды, теперь кричать о том, что вот все НАТО теперь, весь Запад воюет против нас. Ну, так защитники Макрона отвечают, пардон. Кремль давно уже об этом кричит, еще до заявления Макрона. Ну, то есть обидно стало, мы этого не делаем, типа, мы Запад, а на нас кричат, что мы это делаем. Ну, давай теперь будем делать, раз все равно нас в этом обвиняют. То есть вот эта линия пропагандистская, кремлевская, что против нас весь Западный мир, мы должны теперь мобилизоваться. Макрон одним своим заявлением это все взял и уничтожил. И я думаю, что должно еще произойти одна вещь, то есть надо остужать эти горячие головы в Кремле, от вот крывавого карлика, потом ядерного карлика, какой им является, Медведев. Надо как-то найти западным лидерам или военным возможность разжевать своим визави в Москве. Как долго-то на случай, то есть последнее оружие у Кремля – это угрозы ядерного. Я предменяю ядерного оружия. Так вот, надо им разжевать, сколько времени нужно носителю ядерной боеголовки Б-61, которая находится в Европе, в Великобритании в частности, сколько времени нужно лететь из воздушного пространства страны НАТО, допустим, Финляндии, до северной российской столицы. На это 2-3 минуты. И весь вопрос закрыт. То есть это уже мат. Это лишает Путина любой возможности реально применять ядерное оружие. Поэтому карта бита. И вот со всех сторон, со всех сторон в последнее время неудачи, но Европа теперь планирует все по худшему варианту. И правильно делает в отношении России. То есть планируется, что в принципе через 6-9 лет Европа может оказаться лицом к лицу с огромной масштабов холодной войны, армии с востока, вот этой орды, которая, толпы, которая валит через границы Евросоюза. И им нужно подготовиться. И на этом пути, то есть они включились по полной программе в последнее время. Достаточно сказать, что количество, за последние два года количество стран, которые, страна-то, которые тратят на оборону 2%, не менее 2%, оно кратно возросло. А я думаю, до ноябрьских выборов в Соединенных Штатах Америки практически все страны НАТО будут уже вкладывать в свою оборону столько, сколько обещано и нужно. То есть 2%. Но оказалось, что эти вложения и бюджеты в оборону, они не решают по большому счету проблему. Достаточно быстро, скажем так, вот. Если они предполагают, что враг сможет совершать нападение через 6 лет, а проверить навшивость, извините за выражение, пятую статью НАТО считается, что Раша могла бы сделать уже через 3 года, так вот к этому времени даже с 2% бюджетами на оборону Запад не успевает. Почему? Ну, две проблемы. Первое – производство вооружений. Оказалось, за годы Холодной войны разоружились до такой степени, что теперь восстанавливаться очень сложно. Тем более, тем более надо как-то это все стандартизировать. Хотя база для этого нормальная есть, но есть и разногласия. Разногласия в склонности, в дизайне. Франция предполагает, то есть хочет выпускать самолеты в основном, в том числе тяжелые самолеты, транспортная авиация. Германия, наоборот, интересные тяжелые танки. Все попытки Евросоюза и европейских сторон НАТО совместно производить один единый европейский танк не уменьшались успехом. Ну, то есть работают с максимальной скоростью сейчас. В частности, они наверстывают, расширяют мощности по производству снарядов для Украины, но оказывается недостаточно быстро. Поэтому вот и приняли это беспрецедентное решение пойти в страны третьего мира, чтобы заткнуть эту брешь. Но еще большую проблему представляет собой вопрос набора рекрутирования вооруженной силы европейских стран НАТО. Но достаточно сказать, что с 2015 года европейские страны НАТО в целом добавили в свои вооруженные силы всего несколько батальонов. Один батальон где-то добавила Франция, один батальон добавила Германия с 2015 года, и аж пять батальонов добавила Великобритания, у которой все вооруженные силы, включая с поварами там и так далее, насчитывают около 50 тысяч человек, что является, как вы понимаете, смешной цифрой. Но самую большую проблему для европейцев представляет так называемый ядерный зонтик, который сейчас практически полностью обеспечивается Соединенными Штатами Америки. И здесь вот есть большие проблемы. Из европейских стран НАТО только две страны обладают ядерным оружием – Великобритания. Но ядерные силы Великобритании, носители и боеголовки, они очень и зависят от Соединенных Штатов Америки. То есть это полностью американский дизайн, американское обслуживание. И если в случае с Трампом, допустим, страшный вариант, разрывается отношение между европейскими странами НАТО и Соединенными Штатами, то ядерные силы Великобритании могут реально существовать даже не месяцы, как некоторые, но особо такие щепетильные и склонные к экстремалу, что ли, аналитики, говорят, что несколько недель и ядерные силы Великобритании перестанут быть готовыми к боевому применению. С Францией проще. Франция не входит в комитет ядерного планирования НАТО. Они полностью самостоятельны в этом деле. В этом деле есть минус в том, что она может не подчиниться решению всего НАТО, применять ядерное оружие, если возникнет необходимость. Но, тем не менее, положительный момент заключается в том, что само наличие ядерных сил у Франции может служить как мощное сдерживание в отношении противника. Тем не менее, то есть вы видите, какие проблемы. Проблемы с быстрым запуском производства конвенциальных вооружений и боекомплекта. Это сейчас преодолевается, хотя есть проблема в том, что каждая страна на чем-то отдельно специализировалась, а теперь надо их сводить вместе. Раньше вот эти бреши между ними, в разных видах вооружения заполняли американцы, но теперь, если Америка при Трампе станет авторитарным режимом, то это все должны полностью делать страны НАТО. Но, тем не менее, они, то есть страны НАТО в Европе, тем не менее, Европа движется в этом направлении как можно быстрее. Но самое еще, самая глубокая проблема в том, что 80% финансирования обороны европейских стран НАТО, как говорят аналитики, поступает из вне, из других стран, не европейских стран, но я так полагаю, что имеется в виду, то есть не странно ЕС, имеется в виду, наверное, естественно, Соединенные Штаты Америки, Канада, может быть, Великобритания, хотя она страна НАТО, но не страна ЕС. То есть в этих условиях, полагаю, получается, и с тем, учитывая, что срок, вот, горизонт планирования до часу Х, когда враг может оказаться у ворот, всего ничего там. три года, когда могут, считается, кремлевские протестировать, будет ли НАТО исполнять пятую статью или нет. Ну, то есть, бляф, угроза ядерного нападения. До реальной нападения большой, многочисленной российской армии с применением комбинциального оружия, это где-то шесть лет, пять. Европе нужен, нужен, нужен очень важный союзник, которым только, может быть, только Украина, с любой точки зрения. Поэтому, поэтому Европа на всех парах должна сейчас, после вот некоторой заминки, которую мы все с вами видим, ощущаем, должна быстрыми темпами залатать эту брешь. И вот можно проследить по отдельным событиям в Украине, в России, как укреплялась вот эта решимость Западной Европы превратиться, ну, чуть ли не военную конфедерацию, включив в себя Украину. Я повторяю, конфедерация – это совокупность государств, которая объединяется прежде всего, может быть, единственная для чего – для совместной обороны. Вот туда движется сейчас Евросоюз, европейские страны, НАТО. И это очередной стратегический провал Путина. Ну и вот как это все выглядело. То есть, когда напала Россия на Украину, сначала весь Западный мир был расшарашен, не знал, что делать. Потом, потом началась помощь. В СУ добились впечатляющих успехов на северо-востоке страны, отогнали врага от столицы. Ну и вот эти быстрые, оширмляющие успехи, как-то так убаюкали Запад, пришли там к надежде, что все можно достигнуть достаточно быстро, вот будет контрнаступление, и все нормально. Контрнаступление застопорилось. Ну и опять патовая ситуация. Давайте посмотрим, что там с патовой ситуацией. То есть, даже когда не закончилось успехом контрнаступление, в европейских столицах не было ощущения срочности, срочности вопроса. Ну и вот падение Авдельки, то как оно происходило? Это отдельный вопрос, сейчас не будем его обсуждать. Затем смерть Навального, как это ни странно, которая показала, ну, зверскую буквально, сущность этого режима кремлевского упыря, оно потрясло, потрясло народ не только в Соединенных Штатах Америки, об этом дальше, но прежде всего Европу. И вот это послужило, как бы последней соломинкой, которая переломила хребет силам сопротивления, я имею в виду интеллектуального сопротивления, которые думали, что может быть не стоит помогать Украине, добиться решающей победы. Вот, поэтому, вот после этого-то и наступил этот перелом. Единство целей стран НАТО, ее руководителей, то ли это Макрон, которому нечего терять, потому что ему не надо идти на очередной срок, на перевыборы, то ли это Макрон, то ли это Шольц, то ли это Великая Британия, у которой, который проявляет наибольшую стабильность и предсказуемость в своих действиях по оказанию союзнической помощи Украине, их единство крепнет, несмотря на то, что некоторые из них произносят, на первый взгляд, странные слова и речи типа вот как Макрона, или же обнаруживается вот такая недосадная оплошность, как разговор по открытой, фактически, связи по поводу Торреса. Обращается внимание, что даже Орбан, даже Орбан, это вот шестерка Путина, всемизвестная, и то дав зеленый свет на вступление Швеции в состав НАТО, он фактически послал ясный сигнал, что он не хочет видеть Россию у границ Венгрии. Видимо, память 1956 года, она еще жива. Вот, что сейчас происходит, то есть, состоялось пробуждение европейцев, к сожалению, за это пришлось заплатить Украине очень дорого, но ничего не поделаешь, как говорят те же французы, на войне, как на войне. Но, зато есть серьезные надежды на перспективы, что все изменится, причем изменится решительным образом в сторону сил добра. и Украина станет необходимой частью архитектуры безопасности Европы. Во всем этом, безусловно, огромную роль играет Соединенные Штаты Америки. Здесь начну с Трампа, потому что он сейчас является одним из основных творцов внешней политики Соединенных Штатов, не имея на это никакого права. Кстати, вот то, что он делает сейчас, фактически давая указания своим приспешникам в Палате Представителей голосовать, не голосовать по вопросам внешней политики, он, будучи частным человеком, вмешивается во внешнюю политику страны, причем самым серьезным образом. Вот тем самым он уже создает для себя основу для следующего импичмента, третьего в его жизни, если, не дай бог, его изберут президентом Соединенных Штатов Америки. На это уже обращают внимание американские аналитики. То есть это то, что он сейчас делает, предвестник его грядущих, предвестник грядущих событий. И вот на что я обратил внимание, а также ряд американских аналитиков. Язык Трампа его и погубят. То есть я вам цитировал его высказывания по поводу Украины, его высказывания о его любви к Путину, затем его высказываниям его высказываниям в поддержку авторитарных режимов и то, что он хочет такой же режим установить в Соединенных Штатах Америки. Как-то это отразилось на настроениях избирателей, прежде всего независимых, от которых должны зависеть результаты президентских выборов. И, видимо, Трампу об этом сказали. И он в последнее время прикусил язык, ни слова про Украину, ни слова про своего друга Путина. И для того, чтобы дезавуировать свои предыдущие высказывания не цента Украине там и так далее, видимо, он дал команду Джонсону, спикеру Джонсону о том, что надо менять шарманку. Ту песню, которую он играл в последнее время. И вот буквально на днях некоторые высказывания Джонсона в узких кругах, пока не так особо не афишируются в крупных средствах массовой информации, свидетельствуют о том, что вопрос о голосовании по пакету помощи Украине будет поставлен на голосование в Палате представителей. Ожидается, что это должно произойти, вот, начиная, сейчас они закончат, вопрос с продлением финансирования, временного финансирования государственного бюджета и где-то в середине месяца первым делом они приступят к вопросу о пакете, который включает в себя 61 миллиард долларов. по-прежнему два варианта, но Джонсон дал уже понять, что он может поставить вопрос на голосование вот то, что принял Сенат. С другой стороны, разрабатывается параллельно еще один законопроект, там уже будет не 95 миллиардов долларов всего, а 66, то есть из пакета помощи Украины и Израиля будет изъят гуманитарный пакет, то есть останется чисто военная помощь. Вот этим вопросом занимается руководитель, то есть председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майк Маккол, человек серьезный, поэтому надо полагать, что работа ведет серьезно, и он излучает осторожный, как и мы с вами, осторожный оптимизм по этому вопросу. То есть ждем, пока вот последний как-то так оно все светлячки или зеленые маленькие огоньки, они замелькали со всех сторон, указывая на то, что кривая выходит на правильный магистральный путь. Ну и аналитики, анализируя, чем же руководствуется в конце концов Трамп, что он хочет в этом вопросе, приходит вот к каким интересным выводам. Ну, во-первых, в своих выступлениях сейчас предвыборных он практически не говорит о том, что он будет делать, то есть, я имею в виду, он не излагает свою программу внутриполитическую, экономическую, внешнеполитическую, он выдает шоу, это действительно шоу, такое комическое, на грани фарса. Вот в России был такой, я не знаю, если он сейчас комедиан, стендап-комик по фамилии Петросян, это такой низкий уровень интеллектуальный комедийного жанра, мы говорили, а, это Петросян, то есть, это для быдлобасы, вот в таком стиле выступает Трамп. поэтому ожидать от него каких-то там великих преобразований, каких-то улучшений не приходится, и его сторонники, вот когда спросишь, что вы от него ждете, можно добиться, вот он нефтепровод вновь откроет из Канады в Соединенные Штаты Америки, ну это детский разговор, сейчас вот за последние четыре года без всякого Трампа Соединенные Штаты стали производить столько нефти, сколько не производили никогда в истории, не только США, а вообще человечество, никакая другая страна, даже Саудовская Аравия, поэтому великое событие, нефтепровод откроем, ох, боже мой, какое, какое, какое счастье, остальное все покрыто мраком. Так вот, зачем Трампу это нужно, чего он добивается, и вот говорят, какие цели, первое, он хочет стать президентом для того, чтобы протянуть руку дружбы к своему братану в Кремле, снять какие-то санкции с России, насколько это будет возможно, но прежде всего вернуть Россию на международный рынок торговли нефтью, вот прежде всего там вот снять эти санкции, и это для него Клондайк, и сделать на этом деле десятки миллиардов, ну, делец, он, то есть, по натуре, он не политик, он даже не крупный бизнесмен, как там, допустим, тот же Маск при всех его недостатках, или там Билл Гейтс, да любой другой крупноамериканский миллиардер, этот делец просто, серого, серого сегмента бизнеса, так вот, для него что-нибудь там сделать какой-то боковичок, посадить туда своего человека, свою дочери или своего зятя, который будет снимать пенку с тех доходов от нефти, которую своему другу Путину устроит, если станет президентом, это вот самое оно. И второе, второе, это он сам об этом сказал, он хочет установить жесткую власть, то есть, типа, вот как ему нравится, Северная Корея, Китай, Россия, он хочет такую авторитарную власть, где, по возможности, он будет сидеть до конца, потому что уходить его опять, я абсолютно уверен, что все, в первый же год своего президентства он заработает на очередной импичмент, ну а там уж все зависит от того, кто будет иметь большинство в палате представителей или в Сенате. Вот такая, господа, ситуация на настоящий день. В принципе, происходит перелом, происходит перелом в отношении перспектив утверждения пакета помощи в Украине, происходит позитивный перелом в Европе, где, казалось бы, он будет наиболее затруднен, потому что, ну просто больше стран там, понятно, да? Ну и, наконец, происходит облом в отношениях России со странами или с поставщиками, о которых, у которых жизненно важны для существования Мордора. Вот кто бы мог подумать, да? Великий Мордор, существование которого зависит от коротышки Кима, от Северной Кореи. И с Китаем что-то в последнее время очень не заладилось. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Как всегда, слава Украине вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok